Приём, приём, здарова всем, с вами Хилл Хёртс. Иногда в комментариях мне пишут что-то вроде «Поиграл я в Dark Souls, мне очень понравилось, что ещё подобное можешь посоветовать». Я зачастую могу назвать одну-две игры и всё, и тут один человек предложил сделать полноценный ролик на такую тему. Я что-то этим прям загорелся. У меня всё-таки жопота больше, за последние три года я переиграл в массу хороших и не очень соулс лайков, поэтому могу что-то посоветовать. Ну, я так думаю. Давайте сразу сначала жирнющий дисклеймер, чтобы не было вопросов. Если вы про жжёный Dark Souls совет, вы вряд ли сможете найти в этом видео что-то интересное. Данный ролик больше подойдёт тем, кто только знакомится с соулс лайками. Тут можно сразу начать спорить, что такого жанра нет, но я считаю, что как бы есть. Позвольте мне хоть тут не поднимать эту тему. Здесь я буду стараться рассказывать про игры, которые максимально похожи на Dark Souls своей атмосферой и боевой системой. То есть темно, страшно и сложно в первый раз. Если что-то будет иначе, буду говорить применительно к каждой игре. Я составил список 3D соулс лайков и сейчас собираюсь рассказать именно о тех, которые мне понравились. Понятное дело, что никаких оценок я давать не буду, сугубо моё личное ощущение. Однако если буду не забывать, стану прикреплять скрины с отзывами в стиме. Это я всё к тому, что если кто-то купит игру по моему совету, а она ему вдруг не понравится, не кидайтесь в меня тряпками, пожалуйста. Плюс вы всегда знаете, что нужно делать, когда неуверенно нравится игра или нет. Как бы осуждаю пиратский ветер в парусах, но одобряю. Если же у вас только консоль, тогда соболезную и завидую. Понятное дело, что Dark Souls это как бы топ, верхушка айсберга, а сам Миядзаки признанный гений и невероятных игровых дел мастер, поэтому давайте сразу запишем в топ хороших игр Sekiro и Bloodborne. Хоть Bloodborne старенький и играется в малом количестве фпс на консолях, невероятно годный проект. К слову, очень жаль, что много уважаемые разработчики до сих пор не удосужились сделать какой-нибудь патч для 60 фпс на пятую плоечку. Demon's Souls. Тут стоит сразу разграничить, есть оригинал с PlayStation 3, который отлично идет на эмуляторе, а также ремейк для PlayStation 5. Я играл в обе эти версии. Как по мне просто шикарный Souls-like с исконно душными локациями, которые возведены в абсолют. Если вы побродите по болоту в Demon's Souls, никакие другие болота в играх Миядзаки не будут вам больше никогда страшны. Если у вас нет возможности опробовать версию для PlayStation 5 всегда есть эмулятор. Что максимально круто, не так давно появился полноценный репак, где уже сразу вшита игра. То есть скачал, установил и играешь. Проверял лично, работает. Для протокола осуждаю пиратство, но одобряю. Ну вот мы наконец добрались до игры не от гения Миядзаки. Lords of the Fallen. Я бы пожалуй сказал, что это крайне недооцененная игра. В игре для своего года просто фантастическая графика. Невероятно красивые доспехи. На выбор есть много вариантов вооружения, а также довольно большое количество секретов. Боссы есть и они даже с разными стадиями. Из минусов мог бы отметить немного бэктрекинга и ощущение того, что персонаж слишком инертный. Но в целом очень годная игра. Mortal Shell. Лично для меня один из лучших представителей Souls-like. Здесь есть просто фантастическая атмосфера, а также крайне интересная механика окаменения. Не так давно игра получила обновление с рогалик режимом. Минусов тут правда куда больше. Очень короткая продолжительность, малое количество боссов, сомнительные фреймы у воротов и хитбоксы. То есть нередко возникают вопросы, я вроде бы увернулся, но урон засчитали. Механика окаменения, это очень круто, но и не круто одновременно. Ведь это стопроцентная уверенность не получить урон, из-за чего любой бой сводится к удару в окаменении, а затем ожиданию отката скилла. В копилку минусов, малое количество оружия и оболочек. В частности 4 и 5 и 5 оружие добавили с дополнением. Сейчас озвучил то, что написал и не понимаю, почему это один из лучших софт лайков именно для меня. Sinner Sacrifice for Redemption. Извиняюсь за мой английский. Насколько помню, это босс раш, то есть вся игра состоит только из сражений с боссами. Из интересного, чем дальше проходит персонаж, тем больше негативных эффектов он получает. То есть для сражения с боссом нужно чем-то пожертвовать, или броней, или полоской здоровья. К последнему боссу игрок придет максимально ослабленный, и это важно понимать. В целом, весьма крутая задумка. Графика, ну вполне себе приятная. Насколько помню, для игры даже вышло дополнение, так что если любите чисто битвы с боссами, очень даже годная игрушка. Ashen. Тут есть какой-никакой открытый мир. С одной стороны это хорошо, с другой плохо. Из-за больших пространств создается впечатление пустоты. Кому-то подобное может понравиться, но не мне. По игровым механикам максимально похоже на Dark Souls. Есть сложная боевая система, костры, дополнения и боссы. Если вы готовы немного привыкнуть и потерпеть, то игра может вам понравиться. Визуальный стиль вы сами видите сейчас на экранах. Remnant from the Ashes. Кто-то называет эту игру Dark Souls с пушками? Если так посмотреть, что-то тут и правда есть. Здесь имеется несколько биомов с различными боссами. Из интересного в игре реализована процедурная генерация локаций, то есть каждый раз создавая мир вы будете получать нечто уникальное. Чтобы посмотреть на всех боссов, а их тут на самом деле очень много, придется пройти игру много раз. Есть куча пушек и брони, есть даже дополнения. В целом, если вам понравился геймплей по увиденному, попробуйте и скорее всего вы не пожалеете. Есть кооператив, можете проходить игру с другом. Из минусов, некоторые боссы как бы заточены на кооперативное прохождение, но при желании в соло все можно закрыть. Immortal Unchained. Это Remnant from the Ashes с курильщика. Если в ремнанте можно перезаряжаться в момент переката, то тут нет. Лично мне, Immortal показался куда более деревянным и неудобным, нежели Remnant. Однако, если не торопиться и привыкнуть, получится пройти и даже получить эмоции. Скорее всего эмоции будут в районе Италии, но тем не менее. Есть различные пушки, разные стили ведения боя, есть боссы и сменяющиеся локации. Лично мне игра показалась весьма и весьма как кривенькой, так и сложной, но все проходимо. Самое главное не гореть, ибо анус припекает очень даже знатно. Pascal's Wager. Это игра порт с телефона. Вы не ослышали, сначала игра вышла на телефон, а затем ее протонули на ПК. Как говорится, это очень неплохой Dark Souls для телефона, но порт на ПК просто ужасный. Весьма кривое управление и непонятные хитбоксы. Когда я играл, жопа горела неумолимо. Но если играть взвешенно и привыкнуть к управлению, вполне себе проходимо. Плюс, если вы смотрите это видео, то вам явно нравится не играть, а превозмогать. Тут вы будете выкладываться на все 146 процентов. Из приятного, в игре есть несколько персонажей с разными стилями боя. Крутые боссы сразу с несколькими фазами, интересный сюжет и довольно продуманный левел дизайн. То есть как в первом Dark Souls. Вы прошли часть локаций и открыли срезку в самое начало или около того. В этом плане просто восхитительно. Если не хотите на ПК, то на телефоне точно стоит. Из неприятного для мобилки. Квесты достаточно длинные и на прохождение одной локации у вас будет уходить от 40 минут до полутора часов. Это стоит иметь в виду. Серия The Surge. Ну что тут сказать, это достаточно интересный проект. На данный момент есть две части игры. Вторая в геймплейном плане куда лучше первой. В первой заблудиться было слишком просто. Вся игра состоит из одинаковых коридоров и редких боссов. Вторая часть в этом плане гораздо круче. Есть достаточное разнообразие брони, различное вооружение и довольно интересные боссы. Советовал бы я поиграть в The Surge. Думаю, если вы начнете и вам хоть чуть понравится, почему бы и нет. Серия Nioh. Я скажу так, от этой игры мой оно сгорел при записи каждой серии. Я не смогу взвешенно описать эту серию, так как считаю некоторые геймплейные решения крайне неуместными к игроку. В комментариях, в свою очередь, меня убеждали всегда в обратном, мол, я не так играю. Самая главная претензия к игре – почти каждый рядовой работяга противник может первым ударом застаночить главного героя, а вторым или третьим убить. Я пробовал супертяжелую бронь и прочие ухищрения. Не шибко помогало, возможно не 2-3 удара, а 3-4 удара, но тем не менее. В остальном хорошая РПГ составляющая, есть различные пушки и сеты брони. Из неприятного некоторые вещи придется жестко гриндить, так как лута падает очень и очень много. Боссы есть как простые, так и просто нереально душные. Если вам нравится азиатский стиль и создание собственного билда путем подбора идеальных характеристик как на броне, так и на оружие, то вам однозначно понравится. И да, это не открытый мир, а прохождение по миссиям. Codewain – это прям аниме-аниме. Достаточно приятная стилистика, много грудей и красивых мальчиков, тут уже что кому больше нравится. Если правильно помню, в игре крайне занятная система билдостроения, вариативности тоже хватает, можно бегать как чистым магом, так и лютым танком, в зависимости от предпочтений. Из неприятного в соло игра выглядит крайне неприветливой и сложно проходимой. Стоит только взять напарника, игра превратится в вечерний променад. Из того, что запомнилось мне – крайне нудные беседы с неписями в хабе. Однако боссы и сюжет тут тоже есть, но он мне не запомнился. Если честь, что я не сильно люблю подобную рисовку, играть вполне себе даже можно было. Hellpoint. Вот про эту игру я бы смело заявил. Крайне бюджетный Dark Souls. То есть анимации какие-то немного деревянные, окружение хоть и крутое в плане сеттинга, но дает какой-то простотой что ли. На момент релиза вообще была куча багов и не было онлайна, хотя потом вроде бы многое поправили. Есть даже достаточный выбор оружия, насколько помню. Можно собирать разные билды, что в целом тоже круто. Боссы есть, но они не запоминались. Из того, что запало в память – нездоровое количество секретов. Догадаться до некоторых из них, ну, очень сложно. Если смириться с простеньким графическим оформлением – очень даже годный продукт, я бы сказал. Blood Dispel. Если в двух словах, в эту игру я пробовал играть минут 50 и очень давно. Сейчас же по жанру это Souls-like с уклоном врагалик. Да-да, здесь очень много грудастых женщин, разумеется. Лично не пробовал, но по футажам вроде бы видно, что боевых приемов стало больше. Просто на момент, когда я пробовал игру, возлагало большущие на нее надежды. И вроде как игра даже развивается, но прям рекомендовать эту игру я не могу. Necropolis. Максимально хорошо эту игру можно описать следующим образом – Чаша из Блэдборна. Есть приятная сложная боевая система, различные пушки. Визуальный стиль весьма простенький, сами видите. Лично я играл не слишком много. На данный момент ничего даже и не запомнилось. И прям чем-то серьезным поделиться не могу. По жанру – Рогалик. Ну, визуальный стиль вы сами видите. В целом, попробовать я думаю стоит. Shattered Tale of the Forgotten King. И с приятным не так давно игра наконец получила локализацию. Конкретно мне эта игра запомнилась незаконно большими открытыми и пустыми пространствами. Буквально есть просто километры пустых локаций, где нет ни врагов, ни ништяков. Зачем такое было сделано – непонятно. В игре есть боссы и различные вооружения. Вроде бы даже какой-то лор. Я играл давно и еще на английском, так что многого не понимал. Я и сейчас многого не понимаю. В игре круто реализована камера, как в игре Нир Атомата. Ну или Атомата, я не знаю как правильно, уж извините. Больше ничего особо и сказать не могу. Вполне себе играбельный проект, чтобы попробовать скоротать вечерок-другой, дабы в дальнейшем понять, стоит продолжать или нет. Омнифутмен. Визуал можете видеть сами. По жанру это экшен-рогалик, однако я все-таки решил игру запихнуть сюда. Вроде как есть подземелья, боссы, сложная боевая система. Играл недолго, в целом приятный проект. Но понятное дело, что ряд вещей довольно прост, если сравнивать с теми же Дарк Соулсами. Обзолвер. По жанру вообще не подходит, но тут есть лютейшая крутая боевая система. Если вы начнете, она вам не надоест, вам понравится. Можно и нужно запоминать сложные комбинации приемов и пытаться их реализовывать в бою. Есть как локальная оффлайн-компания, так и онлайн, где придется сражаться с живыми противниками. Лично я не прошел игру, так как не нашел куда топать дальше по сюжету, но сама задумка меня очень даже впечатлила. Скоро, кстати, выходит игра Сифу, тоже с интересной боевой системой. Хоть это и будет больше битэмап. Арбория. Относительно новая игра. По жанру рогалик со сложной боевой системой. В подземельях вам будут попадаться как новые пухи, так и способности. В общем и целом можно собрать довольно интересный билд. Играл недолго, но сам игровой процесс очень даже понравился. Я в общем очень много раз пытался произнести эту игру правильно. Произнесу ее с очень русским акцентом. Элдер Борн. Если в двух словах, Dark Souls с видом от первого лица. Игра невероятно динамичная. Есть несколько пушек, однако максимально эффективно только парирование. Когда играл, пробежал на одном дыхании. Очень понравилось. Как помню, там даже есть Орнштейн и Смоук. Если вас не пугает вид от первого лица, очень даже советую. Fade to Silence. По большей мере это выживач. Однако боевая система на момент, когда я играл, была довольно сложной. Только поэтому данная игра здесь. Особо долго я правда не играл, так как не силен в выживачах. Чисто если вам подобное нравится, можете попробовать. По сюжету стало холодно и главному герою нужно двигаться вперед в поисках места для выживания. По пути придется биться со сложными противниками, осуществлять крафт вещей. Снова хочу отметить, что лично я играл очень давно и многое могло поменяться. Outworld. Про эту игру можно сказать, что она больше похожа на Готику, нежели на Dark Souls. Однако боевая система офигеть какая сложная, так что я решил ее сюда добавить. В игре есть сюжет, очень сложные противники и вообще игра крайне неприветлива к новичкам. Однако если у вас получится превозмочь начальные трудности, вам понравится. Exanimah. Это вообще ни разу не Dark Souls, однако не добавить эту игру сюда и не мог. По атмосфере эта квинтэссенция безысходности, помноженная на отчаяние. Если вы будете пытаться играть как бы в сюжетный режим, вы не пожалеете. Боевая система отдельный разговор. В игре крутая физика и все движения придется делать буквально самостоятельно. На первый взгляд вам сейчас кажется, что сын и батя снова сцепились по пьяни, но на самом деле происходит боевой процесс в игре Exanimah. Лично я играл в симулятор подпольной боевой ямы, мне очень нравились сражения. Однако сюжетный режим, где вы появляетесь в темноте и пытаетесь найти выход, просто пушка. Если у вас хватит терпения научиться драться в этой игре, а затем запомнить лабиринт или попытаться ориентироваться по карте, вы рискуете полюбить эту игру. Чем дальше вы проходите, тем сложнее противник и круче броня. Мне не хватило терпения и усидчивости пройти все, однако когда-нибудь я очень хочу. Вот вроде бы и все игры, что я смог вспомнить за пару дней. Старался опираться на память, а также свой плейлист, чтобы ничего не упустить. Если вдруг вы сможете найти что-то интересное для себя, я буду очень рад. В любом случае, я благодарен за просмотр и уделенное время. Если вдруг есть что добавить милости, прошу в комментарии, я стараюсь отвечать. За лукасы и подписку вообще безмерно рад. Всем добра и удачи. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться, это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёрдс.